друзья всем привет сегодня 18 июля и пришло время подвести итоги рассказать вам чем же закончилась история с volkswagen tiguan напомню месяц назад примерно стоя здесь же мы вам рассказали историю о том как человек купил данный автомобиль новый ему практически там 7 8 месяцев сейчас покатался зиму переобулся и машину начало водить вправо и на самом деле вот по видео это не так понятно когда ты сидишь автомобилю представьте 4 полосы да ты едешь в левой полосе крайней со скоростью примерно 80 100 километров если ты руль буш тупо держать прямо не подруливать никого просто держать его прямо как ты это обычно и делаешь у тебя за 2 секунды машина из левого ряда уедет в крайний правый то есть в 4 это на самом деле телега для убийства что было далее человек обратился к официальному дилеру в общем чтобы сейчас не рассказ я вам ссылочку оставляю в описании на эту историю там все подробно было рассказано единственное про что я вам хочу сказать вот тогда я рассказал вначале что приехав к дилеру естественно первым делом сделали сход развал конечно же начали проверять резину наличие брака посмотрели диски проверяли рулевую рейку вообще на настройки рулевой рейки все делали и многие писали нужно сделать это еще раз это не в этом проблема но нам показалось что ну как так вообще я лично думал что проблема совсем в другом даже сейчас об этом нет смысла говорить в общем сейчас вы увидите кратенький сюжет что же было на следующий день после выхода этого ролика в сеть и вот мы снова приехали на тот же самый участок где мы катались первый раз я буду сидеть сзади выполнять роль оператора сегодня костян расскажи нам пожалуйста что же происходило на следующий день в принципе после ролика на следующий день со мной связался официальный дилер у которого я покупал машину это авторусь подольск вот сказали что до них дошли слухи что у меня проблемы с машиной и они очень сильно жаждут помочь мне ну и соответственно пригласили приехать к себе в салон как можно быстрее согласился приехал к ним они со мной посмотрели машину ко мне сразу вышел не только техник но и вышел кто-то из руководства тех цеха соответственно мы минут 40 наверное катались по узеньким улочкам там по маленьким на маленькой скорости выезжали на магистраль скоростной где до 110-130 разгонялись вот соответственно проблему они поняли увидели подтвердили то что это не какие-то мои бурные фантазии а абсолютно реальная проблема вот после чего приняли машину а мне выдали подменный посад нужно кстати отметить что посад был реально очень четкий с вентиляцией прям в полном фарше за что им отдельное спасибо вот сказали мы позвоним когда все сделаем ну примерно неделю жди через неделю ну плюс-минус пару дней они также со мной связались сказали все готово приезжай смотри забирай приехал я к ним за машиной в четверг это уже после всех работ значит поехали кататься сразу с техническим директором и кем-то из руководства тех цеха вот проблема на самом деле устранена не было абсолютно ничего не изменилось все как было так и осталось ставили руль прямо машина ехала направо на мои слова что как так ничего не поменялось мне сказали что ты видим что-то не так делаешь ты не шаришь на самом деле все четко сел за руль технический директор начал кататься на машине руль поставил чуть левее вот так вот ехал говорит у меня едет все прямо вот но я ему возражал что нет вы же видели я когда еду у меня машина едет направо вот чувствовать можете заметить что машина едет абсолютно прямо ну чуть-чуть скатывает но ты за уклона дороги так вот спорили мы с ним всю поездку после этого мы еще в салоне немного поспорили на что он сказал что окей раз ты не согласен давай оставляем и еще раз посмотрим ее и может быть что-нибудь найдем сказали приезжай воскресенье то есть четверг я был искали приезжай воскресенье будем еще раз смотреть воскресенье соответственно я к ним с утра приезжаю ко мне выходит опять же технический директор говорит что да ты был прав была проблема со вход развалом машина реально ехала направо он после нашего с ним тест-драйва и спора сел за тестовую машину по его словам проехался на ней и увидел разницу то что на тестовой машине руль стоит вот так на моей машине руль стоял вот так по умолчанию так в чем была проблема как мне объяснил дилер в подольске где собственно проблему решили в мытищах неправильно сделали сход развал не знаю что они могли сделать неправильно за полтора месяца но все полтора месяца не что-то делали неправильно с ход развалом собственно говоря не выставив нужные регулировки после чего они еще сбили настройки рулевой рейки или рулевой колонки и также неправильно установили подушку безопасности из-за чего руль щелкал при поворотах это все со слов официального дилера в подольске также после мытищ у меня перестали работать парктроники передние вот на мою жалобу соответственно в подольске мне ответили что парктроники нормальном состоянии просто в мытищах зачем-то сняли разъем которым парктроники подключаются за чего они просто тупо перестали работать также 16 июня когда я за последний раз забирал машину в мытищах в авторуси я написал им письменное требование чтобы они выдали мне заказ снаряды за неделю простой машины у них за неделю гарантийного ремонта который они мне при выдаче машины отказались выдать сославшись что они не нужны там у них технические сбои они вообще не оформлялись и там еще 150 разных предлогов и не выдали в итоге до сих пор мне эти заказ снаряды никто не отдал никто оттуда не позвонил письмо не написал ничего не сделал хотя в заявлении я указал и телефон и почтовый адрес и электронную почту даже больше скажу я через семь дней после написания этого заявления звонил в представительство volkswagen и мы устраивали конференц-колл с представитель представительства volkswagen и менеджер по работе с клиентами авторусь лосиный остров на что мне менеджер проводить с клиентами заверила что они все выполнят в течение 10 дней которые у них есть по закону на ответ на мое обращение они все ответят все пришлют все сделают все как требует того закон но как мы видим сегодня 18 июля прошло уже месяц и два дня и соответственно никакого ответа от них нет ни документов не отказа ничего друзья но не забывайте про спонсора нашего канала автокод именно через него вы можете проверить всю официальную информацию по автомобилю это всегда будет полезно всем тем кто покупает автомобиль на вторичном рынке используя только гос номер и разовая услуга стоит 349 рублей если для вас это дорого и вы говорите блин я буду искать машину мне нужно 10-15 проверок у них есть пакеты покупая пакеты одна услуга доходит до 100 рублей поэтому ссылочка ждет вас в описании информацию по этому автомобилю мы смотрели ссылку на него оставляю в описании можете посмотреть и увидеть то что этот автомобиль участвовал в легких дтп и это в истории числится и и вот вдумайтесь прошло два месяца и наконец-то эта проблема решена и то опять же немножко халява осталось то есть на скорости 80 километров руль заметно уходит чуть-чуть вправо ну казалось бы это уже вообще мелочи для владельца автомобиля потому что основная проблема на которую он жаловался ну слава богу ушла и вот здесь я хочу подвести свое краткое резюме я считаю то что работа дилеров авторусь где он обращался первый раз просто фофон огромный снять ремень выпрать вот весь коллектив вот почему вот и подумать и полтора месяца машина простояла у них казалось бы ты отдаешь машину официальному дилеру даже я слушая его когда он рассказывал сделали сход развал многим отвечал парня но сделали же сход развал как на это можно грешить ведь не сложная процедура а по факту вот как вообще я представляю себе это все происходило он приехал оставил машину как вы знаете загрузка есть у любого дилера хоть какая-то никто прям тут же не полезет ее смотреть пришел тот день когда окно и решили посмотреть и видимо полез смотреть этот автомобиль какой-то вася который знаешь умеет масло поменять может фильтр те поменять вот разобраться почему машина уходит вправо не может но тем не менее он вызвался помочь соответственно сбил все настройки и человек остался недоволен более того выяснилось что это не единичная проблема многие писали то что у меня то же самое ребята едьте к своему дилеру качайте права не оставляйте это на ровном месте бабок беру так что работают реально как будто бы одни профессионалы на деле же получается что работают одни фофона ну просто как вот может даже на это обижаться если вдруг вы там являетесь представителем официального дилера ребята вот я бы на его месте я бы приехал а там такого просто скандал бы закатил я вас просто засмеял бы я прям зашел бы с камерой ходил бы рассказывал а кто вот у вас отделал сход-развал а как так получилось то что ты все сбил а как так получилось то что ты калибровал рейку вообще в другую сторону ушла но это не серьезно это не такая глобальная проблема но вы с ней не можете справиться но чё такое думаешь к вам приезжаешь специалисты хотя кому рассказываю друзья вы же все уже давным-давно знаете что официальные дилеры нифига не специалисты тем не менее всегда в комментаторах находятся те кто их поддерживают даже в этой ситуации вот про владельца писали а типа ты лох попался ха 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 вот дилер продал ты пойми правильно вот ты в этой ситуации можешь сам оказаться любой из нас может в этой ситуации оказаться когда ты покупаешь машину вот простой человек да простой автолюбитель да он знать даже не должен как она устроена как она едет в чем может быть проблему он купил денег отдал катается пока ты приезжаешь к специалистам в общем что про это говорить проблема слава богу решена все те кто с ней столкнулись здесь как выяснилось сбили все настройки по сход-развалу по рулевой рейке обращайтесь к вашим дилерам пусть это внимательно смотрят если они же говорят то что все окей съездите в сторонний сервис найдите толкового мастера дядю петю дядю васю но которая реально сможет вам помочь в любом случае любая ситуация должна быть объективная есть конечно за что и ремня дать но авто дилеру русь подольск авторусь подольск мы говорим конечно большое спасибо что вы увидев ролик пригласили человека и как продавец первый то продал ему эту машину вызвались ему помочь пусть у вас это получилось не с первого раза но все равно задача решена человек сейчас ездит доволен это важно теперь возможность ему там задуматься на секунду и попасть за из-за неисправности в дтп ну как видите решена друзья ну и также на канале у нас совсем недавно вышел видео ролик про осаго где человеку приехала в жопу машина без страховки и соответственно теперь он бегает по судам благодаря вам один из акционеров нашего канала откликнулся выяснилось то что он профессиональный юрист ведет деятельность практически уже семь лет где занимается именно страховками то есть в этом направлении он хорошо разбирается помог ему бесплатно составить досудебную претензию в общем чем она закончится ситуация я думаю мы подводить финальный итог не будем понятное дело что суд и участника дтп который был виноват обяжу денег-то ему вернуть на этого автоюриста я оставлю ссылки в описании мало ли у кого-то похожая ситуация либо кто-то хочет проконсультироваться либо кто-то ищет человека который вас не обманет вот он звоните консультируйтесь спрашивайте не забывайте то что всегда есть скидки ссылайтесь на блондин он поможет это не реклама это наш акционер он не просто написал помог человеку я соответственно про него рассказываю и подводя итог что хочу сказать у каждого производителя всегда есть свои косяки самое главное как они реагируют на эти косяки как они их устраняют так например сегодня утром не пишет человек который купился skoda superb и что вы думаете у него уже более тысячи случаев косяков с электрикой с проводкой со всеми делами то есть он заводит автомобиль он у него например включает сам музыку сам открывает окна у него может срабатывать сигнализация там разные вещи происходят но забегая наперед уже прошел суд в общем если вам интересно мы можем снять сюжеты проект автомобиля рассказать что было у него это естественно заводской брак такие случаи не частые но тем не менее с этим можно столкнуться и дилеру также брил говорил дружище у тебя классная тачка я бы себе купил такую же в общем катайся все у тебя хорошо ну и в завершении этого ролика что хочу сказать парни настало больше 70 тысяч акционеров на канале именно так я называю всех тех кто на него подписывается огромное вам спасибо за проявленное доверие что смотрите лайкаете комментируете ханада даете пинка под жопу естественно по этому поводу мы снимем отдельный видеоролик где выскажу слова благодарности есть есть какие-то темы которые вы считаете что нужно осветить сделаем если хотите чтобы я про вас кал в этом видеоролике пишите комментарии и соответственно они скорее всего попадут в этот ближайший видеоролик в любом случае здесь мы ставим точечку проблема решена можем считать что мы вместе с вами это сделали потому что мы сняли вы посмотрели ролик попал к дилеру на стол и собственно вопрос был решен у меня на этом все обязательно подписывайтесь на канал подписывайтесь на инстаграм канала там всегда выходят только свежие анонсы если вы вдруг попали в какую-то неприятную ситуацию белобрысый блондин всегда на связи готов вам бесплатно подчеркиваю бесплатно помочь всем спасибо за просмотр до новых встреч всем пока пока